О том, что происходит сейчас в Турции, расскажет мой коллега Турал Асади. Он находится сейчас в Стамбуле. Турал, здравствуй, есть ли какие-нибудь подробности инцидента, который произошел сегодня? Здравствуй, это Илья. Я вот как раз и нахожусь перед зданием суда, где произошло нападение от террора со стороны членов террористической организации Национального освободительного движения, коммунистического движения. Буквально сейчас выступал перед журналистами, отмечал на них вопросы министр юстиции Турции Елмат Тунч. Он поделился последней информацией, последними данными. Он как раз и разъявил о том, что дело по данному нападению, по данному теракту уже начато, продолжается. И по данному делу задержано 34 человека. Они подозреваются в организации нападения на здание суда в Стамбуле, где мы сейчас находимся. И дело, расследование по данному делу продолжается. Елмат Тунч также отметил, что один из пострадавших скончался уже в больнице от тяжелых ран. Жизнь одного из раненых, пострадавших раненых, врачи не смогли спасти. Состояние остальных раненых, которые находятся сейчас в больнице, оценивается как стабильное, нормальное. Тем не менее, ранее было заявлено о том, что двое нападавших были ликвидированы со стороны полиции. Среди раненых трое из раненых являются сотрудниками полиции, двое же гражданскими лицами. Как я отметил, 34 человека уже задержаны по данному делу. И расследование продолжается. Министр юстиции Турции Елмар Тунч поделился последними данными. Он заявил о том, что Турция продолжит, приложит все усилия для того, чтобы усилить борьбу с терроризмом, с такими его проявлениями. В частности, продолжится и усилится внутренняя борьба на территории Турции против данных террористических организаций. Я также напомню, что организация, членами которой были нападавшие, она с 90-х годов сотрудничает с рабочей партией Курдистана, которая также является террористической организацией. Они совместно реализовывали и пытаются реализовать террористические акты на территории Турции. На этом у меня пока все. Спасибо. Спасибо большое за подробности. Турал Асадзи, наш собственный корреспондент в Стамбуле, к нам подключался. Продолжение следует...